Особое внимание губернатор уделил проблеме ликвидации лесных пожаров и задымлённости. Он принёс извинения жителям при Ангаре за неудобства, связанные с сильным дымом, который накрыл наш регион из-за пожаров на севере области и в Икутии. Мы должны делать всё для того, чтобы пожары точно не создавали угрозу жизни и здоровью наших граждан. Я уверен, что выводы мы точно сделаем. Мы в любом случае в следующем году и по финансированию, и по региональному увеличим, и по реагированию всё-таки будем детально прорабатывать и кадровый состав. Вот здесь нет права на ошибку. Я так бы подытожил эту лесную тему. Большое количество обращений касалось наводнений, причиной которых стала сложная гидрологическая обстановка. Вы знаете, сегодня полноводие Байкала, сегодня идёт усиленный водосброс. Конечно, те неизменные участки, которые сейчас расположены, строительство, они затопляются. И строительство было произведено ранее, когда была маловодность. Но никто не думал, что на это придём. И здесь нужно какие-то решения принимать. Что касается эпидемиологической ситуации, глава региона отметил, что обстановка в области улучшается, уровень заболеваемости идёт на спад. Также он напомнил, что в регионе действует более 90 пунктов вакцинации, включая мобильные. И ещё раз выразил благодарность медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Понимаю сегодня ту озабоченность врачей, ту нагрузку, которую они несут. Я хочу вам сказать спасибо, губернаторское спасибо всем вам, кто сегодня на передовой делает всё для того, чтобы люди жили. Через две недели стартует новый учебный год. Поэтому родителей интересовала форма обучения. Как сообщил Игорь Кобзев, все школы Иркутской области с 1 сентября начнут работу в очном режиме. В полную силу заработают и детские сады. При этом призвал всех педагогов пройти вакцинацию. Территория школ сегодня зона резка. Я сегодня специально ещё раз посмотрел статистику. У нас более 657 детей заболевает коронавирусом. Как бы мы ни хотели, маски, экраны, всё равно риск есть. И мы всё-таки убеждаем, ещё раз говорю, убеждаем учителей, педагогов, воспитателей, чтобы это сделать. Нужно вакцинироваться. За время прямой линии губернатор ответил на 62 вопроса. Остальные, по его словам, не останутся без внимания. Их передадут в профильные ведомства. Большинство обращений жителей касались сфер ЖКХ, здравоохранения, дорожного строительства и ситуации с лесными пожарами.